МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ...вездеход. Василий Михайлович Кладкин еще при жизни стал человеком-легендой. Он прожил богатую, насыщенную событиями жизнь. По большому счету, ее хватило бы на жизнь десятков людей. Василия Михайловича всегда отличала необычайная широта интересов. Он не любил просто жить. Был чрезвычайно активен и страстен в любом деле. Горел на работе. Был человеком своего времени. Он рано остался сиротой, воспитывался в детском доме. Пережил тяжелые времена переселения и голода. Но и тогда, благодаря силе духа, выжил и выучился. Стал руководителем и всю свою жизнь проработал директором легендарного оленеводческого совхоза Тампунский. Отдал весь жар, души и сердце развитию оленеводства и родного села Дополиной. Василий Михайлович умел доходить до каждого оленевода. Знал их запросы и нужды. Старался решать их оперативно. Особое внимание он уделял подготовке молодых кадров. Всегда относился с особым уважением к опытным оленеводам. За свой передовой труд Василий Михайлович Кладкин был удостоен высокого звания героя социалистического труда. Самый долгожданный праздник для всех жителей северного села – это слет оленеводов. Когда из самых дальних и ближних бригад приезжают караванами мужественные люди с обветренными лицами, которые круглый год без выходных работают в тайге, преумножая и оберегая олени стада. Слет – это не только праздник, но и производственные завещания, деловые встречи и решение многих вопросов. В первый день праздника состоялся серьезный разговор о проблемах и перспективах оленеводства в формате круглого стола. Были обсуждены острые вопросы развития отрасли, внесены предложения о закреплении оленях пастбищ дальневодческими хозяйствами, единовременных выплатах за пользование охотничьими годьями, о транспортном обеспечении детей в летний период к месту обучения и обратно, о вынесении тампонского наследа в арктическую зону, об урегулировании численности волков путем уничтожения, субсидировании труда оленеводов и многое другое. Все предложения были внесены в протокол для дальнейшей работы. С раннего утра собрались на парад нарядные оленеводы с лучшими упряжками. Дымятся трубы палаток. Все жители пришли на лед речки Тампо, чтобы почтить память своего земляка, талантливого руководителя Василия Михайловича Калаткина и всех оленеводов совхоза. Уважаемые жители села Саполина, уважаемые гости, наши оленеводы, чубоработницы, всех вас сегодня я поздравляю с Днем Оленевода. Министерство сельскохозяйства поддерживает оленеводство, северное оленеводство. И мы видим, в последнее время у нас идет прирост поголовьев во всей республике, и в том числе в Тампонском районе. И это не просто слова, наверное, потому что я уже наблюдаю, какое отношение руководства района отрасля оленеводства, как депутаты Ваших государственных собраний «Ультимент», Виктор Николаевич, как поддерживает оленеводство. И, соответственно, все структуры направлены на то, чтобы все-таки данная отрасль была развита в Вашем районе. Поэтому уже успехи есть. Мероприятие День Оленевода проводится в селях сохранения развития культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных нордов севера, популяризации зимних национальных видов спорта, а также поддержания творческой инициативы населения. Тампонский, национальный венский наследств является не только сердцем Тампонского района, но и является душой Тампонского района, так как здесь проживают коренные малочисленные народы севера, и вены очень мужественные люди-оленеводы, которые, несмотря на сложности, на трудности, продолжают заниматься своим традиционным хозяйством и развивают, увеличивают поголовье оленей. На самом деле в отрасли оленеводства, как я уже говорил, очень много сложных вопросов, которые необходимо ежедневно решать. Это, во-первых, конечно, борьба с хищниками, волками. Это на сегодняшний день для нас самая такая первая проблема, с которой мы на месте сталкиваемся ежедневно. Поэтому мы со своего бюджета, районного бюджета, выделяем средства на приобретение едехомикатов Ремиофонда, которые уже он себя хорошо зарекомендовал. Выделяем по мере возможности на регулирование численности волков именно авиастрелом, вертолёт нанимаем. Конечно, мы обеспечиваем нашу мобильную бригаду волчатников ГСМ, и работаем над тем, чтобы в каждом стаде в будущем у нас была снегоходная техника, чтобы оленеводы имели возможность на современных снегоходах тоже добывать волков. На этом мы работаем. Мы выделили в прошлом году на приобретение снегохода средства. Обеспечиваем мы каждое свое леневодческое стадо спутниковой связью. Мы ежегодно тоже покупаем для наших оленеводов, чтобы они имели оперативно выходить на связь со своими родными, решать какие-то вопросы мобильной связи, именно спутниковой связи. Сегодня также я хочу отметить то, что именно 90-летний юбилей Василия Михайловича, премия, учрежденная в свое время, государственная премия имени Василия Михайловича Гладкина, вернулась к нам в район. И указом главы республики, Осин Сергеевича, эту премию в этом году получила настоящая оленеводческая семья, можно сказать, династия, да, семьи Байшевых. Премия присуждена Байшеву Вениамину Григорьевичу. Я от души его поздравляю, и его лице всех наших оленеводов с знаменательным праздником, и выражаю огромную благодарность за их очень такой сложный труд. На зональный слет оленеводов приехали делегации из Нерингринского, Аймеконского и Чуропчинского районов. Спонсорами праздника выступили Министерство сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, Министерство по развитию Арктики, делам народов севера Республики Саха-Якутия, Администрация муниципального района, Кампонский район, Компания Полиметалл и другие предприятия и организации. Самое главное, наверное, то, что земля дает большие силы для того, чтобы здесь жить, существовать, воспитывать детей, приумножать свое благосостояние, поголовье оленей стад, и воспевать те промыслы, которые здесь были очень много-много лет, сотни лет. И это, наверное, самое главное, что здесь присутствует и сохранилось, и оно не только сохранилось, но и приумножается, культивируется, и такие праздники помогают людям понять друг друга. И вот мы приезжаем на эти праздники, много что узнаем, общаемся. И, наверное, тоже один из важных факторов – это единение людей, общность людей, которые поддерживают одну идею и умеют общаться, умеют слышать друг друга, понимать и помогать друг другу. И flockен на велосипеде потребientes, Все так похоже на самом деле, и в этом году у нас же не было Дня оленевода. Поэтому мы очень рады здесь быть, поздравить оленеводов села Тополинное с этим замечательным праздником, с лучшим праздником, с праздником весны, с праздником пробуждения природы. И я поэтому хочу их всех поздравить с Днем оленевода, пожелать им самое главное здоровья, чтобы у них было все хорошо в их семьях, чтобы всегда горел очаг, чтобы у них в домах всегда было тепло, в их палатках тоже. И самое главное, чтобы у нас и у них, у оленеводов янгринских, и оленеводов села Тополинного, чтобы тепло было в очагах, чтобы были у нас чистые реки, была плодородная земля, чтобы у нас водились олени, чтобы нас не доставали волки, чтобы все у нас было замечательно и хорошо. Праздник традиционно прошел на берегу речки Тампо. Все было организовано с учетом эпидемиологической обстановки в рамках норм и требований Роспотребнадзора. Приподнятое настроение, радостные встречи, напряжение перед стартом. В этот день все вспоминали своего директора Василия Михайловича Кладкина, 90-летию которого посвятили все свои победы и достижения. Прошло много лет уже, с момента, как папа не стал, но мы этого не чувствуем, потому что он всегда с нами. И мне кажется, что совхоз тампонский, оленеводческий, хоть он назвался по-другому теперь, СПК, фактория, тем не менее, вот жители, оленеводы, сами те, кто служащие, живущие в этом поселке, и наши все родные, но мы всегда здесь душой. И поэтому вот в этом году, мне кажется, особенный год. Но, наверное, еще потому, что это уже 90 лет, со дня рождения. Это уже прошло немало лет, как его у нас не стало, да. Но меня поразило в этом сегодняшнем мероприятии, с каким, как глубоко и как они долго готовились к этому событию. И это не просто внешний концерт, это не просто вот здравствуйте там и так далее, поздравляем. А это именно на сегодняшнем мероприятии они сумели показать свою культуру, свои достижения. То, что оленеводчество находится в тяжелом положении, но вчерашнее совещание «Круглый стол» во главе с Министерством сельского хозяйства, он показал, что вот труд оленевода, он так же актуален, как и был раньше, в те годы, когда они гремели. И самое главное, то, что люди настолько тяжело живя, они всегда думают о своем деле. Потому что отец наш говорил, что север, крайний север, без оленя, это не север. И жизнь оленевода, это тоже не просто труд, не просто вид деятельности, это образ жизни. И что север, он является, ну, олень является душой крайнего севера. Мы приезжаем и приезжаем к нему гости. Получается, что в каждую палатку зайдешь, с кем-то, если встреча, поговоришь. У них это в сердце. Это как ничего, это же такая благодарность. А мы как благодарны им за эту память, за это отношение к всему, что сделано было вместе. Они этим гордятся. А если человек гордится, благодарит, то это что? Я думаю, самая главная награда в этом. Поэтому мы очень благодарны, что сегодня такое мероприятие проходит. И оно проходит на высоком уровне. Я смотрю, что желающих приехать сюда очень много было. Ну, кто-то доехал, кто-то не доехал, да. И дома они все будут довольны. И будут очень-очень благодарны организаторам, нашим оленью воду и нашим организаторам этого мероприятия. Очень жаль, что, конечно, он рано ушел. Он бы много у меня научил. На самом деле, еще очень смешной момент. Он ругался, что я слишком маленький. Он мне говорил, ты почему так медленно растешь? Ты когда будешь большой? Когда получишь права? Когда будешь меня возить? Мы с тобой всю республику объездим, столько дел сделаем. Он так по-хорошему, по-доброму немножко так злился, ну, подкалывал меня. Поэтому я думаю, что он многому меня приучил, как общаться с людьми, как отстаивать интересы людей. Тем более, что он всю жизнь посвятил коренным малочисленным народам, Айвенам. Поэтому он всегда родил за людей. Никогда за себя, особенно он и не переживал на самом деле, да, только за людей. Поэтому я очень надеюсь, да, что все, чему он меня научил, меня в жизни, в принципе, уже пригождается, да. Но мы не будем останавливаться. Дедушка задал всем нам очень высокую планку. И наша обязанность его потомков продолжать его дело и стремиться к таким же высотам. На празднике выступили с приветственными словами народные депутаты Мария Христофорова и Виктор Лебедев. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Михаил Погодаев. Заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия Прокопий Николаев. Глава района Яков Степанов. Глава села Тополина и Надежда Кладкина-Клашейко. Почетные гости. Заместитель министра Михаил Погодаев вручил награды лучшим работникам производственного кооператива «Фактория-Помпо». Оленеводство. С прошлого года показатели прироста поголовья оленей стали иметь положительную динамику. И это очень большое достижение. Вот все, что делается, вот Айсен Сергеевич в одном из своих первых указов в качестве Илдархана главы республики отдельным пунктом отметил развитие оленеводства. И такая цель, задачи поставлены, которые позволят не только декларировать, как у нас раньше было, поддержку этих отраслей. Сейчас началась реализация государственных механизмов поддержки. Именно. Но вчера на круглом столе, конечно, вскрылись очень многие проблемы. Люди, которые непосредственно занимаются этой отраслью, а приехали из Иенгри, Нюрингинский район, Аймеконский район, Тампонский район. Вот оленеводы один за другим вставали и говорили, что необходима именно адресная помощь. И с учетом той специфики, которая год от года носит такой характер постоянный. Те же самые субсидии, которые из-за падежа-травежа оленеводам приходится возвращать, конечно, надо было оставлять им. Выработать какие-то механизмы, там, страхование оленей, там, что-то. Но, понимаете, если хозяйство и отрасль хочет развиваться, должны в жизнь входить новые механизмы поддержки. Постоянно это должно меняться и отвечать требованиям времени. И вот над этим надо работать. Вчера отметили, что необходимы поправки федерального законодательства для того, чтобы защитить исконные земли, кочевание и хозяйственного оборота земель. Ну вот для нас, депутатов, это, конечно, очень первоочередная задача. Поздравляю всех оленеводов республики с Днем Оленевода. Желаю, в первую очередь, конечно, здоровья. И желаю, чтобы государство как можно больше вносило полезных законов и постановлений, распоряжений, решений, которые бы являлись поддержкой оленному народу. И День Оленевода, мы должны о проблемах оленеводов вспоминать не только в День Оленевода. Мы должны постоянно помнить о том, что это действительно удивительные люди, которые свою жизнь посвятили своим исконным занятиям, своей культуре и своему сохранению народов. В рамках торжеств также прошли конкурсы в палаточном городке, конкурс гостеприимства «Рымкен» среди организаций наслега, конкурсы венского традиционного танца «Хэджи», демонстрация национальных костюмов и северные многобурья. Сегодня мы имеем большие задачи по развитию арктических районов, по сохранению и развитию традиционной культуры, традиционного образа жизни, языков коренных малочисленных народов севера. И это на самом деле федеральная политика государственная. У нас есть, начиная от Конституции Российской Федерации, федеральными законами, заканчивая нашими региональными законами, законами Республики Саха-Якутия, которые регулируют правоотношения в сфере защиты прав и интересов коренных малочисленных народов севера. Поэтому мы сегодня говорим о необходимости поддержки оленеводства как основу сохранения языков, традиционной культуры коренных малочисленных народов севера. В прошлом году мы начали программу «Молодой оленевод». Это выделение 1 миллиона рублей молодым оленеводам для строительства или приобретения жилья. Потому что жилье – это большая проблема. Сегодня у нас уже в прошлом году начали эту программу, и уже молодые оленеводы строят, покупают жилье. В этом году мы также продолжим это. И благодаря поддержке Айсена Сергеевича Николаева, его поручению, мы распространяем эту программу не только на арктические районы, а вообще на все районы, где ведется оленеводство. Во все оленеводческие районы. Поэтому это, я думаю, очень большая поддержка. И мы надеемся, что полностью должны поставить задачу, полностью решить вопрос с жильем для оленеводов. Потом у нас проект «Дети Арктики», «Учитель Арктики». То есть это вопрос образования для наших детей. У нас кочевые школы в республике есть. Единственный регион, где есть закон о кочевых школах. Поэтому мы в своей государственной программе Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера предусмотрели средства на проект «Дети Арктики». Это оздоровление и отдых детей в летнее время. Затем «Учитель Арктики» — это поддержка молодых учителей родных языков. Потому что сегодня сохранение родных языков — это тоже большая проблема. И мы считаем, что учителя Арктики, учителя родных языков коренных молодчисленных народов Севера нуждаются в особой поддержке. Поэтому мы над этим работаем вместе с Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия. Ну и, конечно, вопросы развития инфраструктуры, какие-то хозяйственные вопросы, завоз продовольствия и товаров в наши отдаленные поселения. Потому что в основном места компактного проживания малочисленных народов Севера — это отдаленные, труднодоступные населенные пункты. И сегодня нам переданы полномочия по Северному завозу по обеспечению социально значимыми продовольственными товарами. Это тоже очень важное направление деятельности Министерства по образованию Арктики и делам народов Севера. Но взаимодействие с промышленными компаниями — это тоже отдельный большой пласт работы. И здесь мы пытаемся выстроить конструктивное взаимодействие с промышленными компаниями. Проводим этнологическую экспертизу. Нигде в Российской Федерации нет закона об этнологической экспертизе. Мы сегодня 26 проектов оценили, провели оценку воздействия и оценили убытков на сумму более 550 миллионов рублей, которые выплачиваются общинам коренных малочисленных народов Севера. У нас 19 проектов сегодня в работе. И институт этнологической экспертизы, он дальше развивается. Поэтому защита прав и неинтересов малочисленных народов при промышленном освоении — это тоже важная государственная задача, чтобы обеспечить баланс экономического развития и сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Самое главное — это то, что оленеводство в крови, в нашей крови. И мы чувствуем и знаем эту жизнь. Нас тянет всегда в тайгу, в горы. И самое главное — мы любим оленей. И мы чувствуем, что вот эта связь между человеком и оленем, она пока неразрывна. Благодаря именно оленю наши предки смогли освоить огромные территории, смогли в экстремальных условиях выжить, создать свою уникальную цивилизацию. И это не должно просто так потеряться в этом мире. Мы должны это сохранить, передать нашим детям. И главным кульминационным событием праздника стали гонки на оленях-упряжках среди профессиональных оленеводов, которые передают свои навыки из поколения в поколение. Соревнования проходили по разным категориям. Гонки на упряжках среди мужчин, женщин, юношей, девушек и ветеранов. Также не менее зрелищными и азартными были гонки на верховых оленях по тем же категориям. Были разыграны призы, главными из которых были четыре снегохода «Гуран». Праздник, он вложен на душа, вложена память и вложен труд. И когда в этот день наши оленеводы приезжают, это один большой праздник. Это праздник единения. Себя все чувствуют вообще детьми природы. Это только благодаря им. Вот так мы сами поедем, в лес пойдем, где-то сядем на речке. Это не будет такого ощущения. Это не будет понимания, что это все очень глобально. И я вообще в целом люблю, всегда говорю, я очень люблю красивые музеи. Я, ну, образование у меня, в конце концов, художественное. Я люблю театры. Но когда здесь находишься, ты понимаешь, что это все рукотворное. А здесь мы находимся в горах, которые видели наших предков, а может и вообще кого они видели, мы не знаем. Еще сколько они увидят, услышат, они стоят немые, свидетели человечества. И мы здесь. Это не всем дано. Город и в страну может полететь каждый, а сюда не все могут добраться. Не всем дано. А кто сюда попадает, они это ощущают. Они чувствуют сердцем, они чувствуют душой, они чувствуют каждого человека. Здесь нет рангов и чинов. Здесь нет статусов. Здесь нет галстуков и костюмов официальных. Здесь есть люди, здесь есть человеческие открытые отношения, которых, к сожалению, становится все меньше и меньше. Сейчас вот именно здесь, на этом маленьком кусочке сегодня этой территории, где наше импровизированное стойбище, говорят друг другу добрые слова. Все обнимаются, все друг другу желают здоровья. Где такое есть? Надо беречь оленеводов. Иначе как вообще будет? Беречь оленеводов, беречь оленей, беречь природу и гордиться этим бесконечно. В республике Якутии вообще повезло, что у нас есть такие люди. Праздник прошел, оставив после себя чувство радости от общения, причастности к одному делу. Впереди у оленеводов новые трудовые годы. До встречи в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok